Жены и матери героев, многодетные, а также те, кто воспитывает детей инвалидов, лидеры общественного мнения, попечители. В минувшее воскресенье, в день, когда поздравляли всех мам, видно, приехали выдающиеся женщины из 85 регионов страны, чтобы принять участие в конференции «Сердце матери. Сердце России». Это, наверное, то сердце, передать его чувства словами какими-то отдельными, наверное, просто невозможно. Так вот, пусть оно бьется в нормальном ритме, пусть оно будет здоровым, потому что сердце матери – это сердце России. Мероприятие организовано Всероссийским общественным движением «Матери России». За 10 лет его существования были инициированы множество программ, которые перешли в ранг проектов федерального масштаба. Это более 2 миллионов женщин из всех уголков страны. И с каждым годом их число только растет. Юлия Канышева из Москвы считает материнство главным подарком судьбы. Активная и деятельная она не только волонтер и участница различных благотворительных программ, но и многодетная мама. У нее трое своих детей и семеро приемных. Пока 10, уточняет Юлия. Мне часто задают вопрос, почему я взяла ребенка. А у меня встречный вопрос, почему люди, которые могут это сделать, не берут детей, когда есть определенный достаток, ресурс внутренний, почему нельзя взять ребенка. Вот меня вот этот вопрос больше интересует. У нас прекрасное государство, прекрасная соцподдержка, все замечательно. Почему не рожать детей, которые дальше будут расти в этом чудесной стране. Конференция, которая скорее напоминала душевную встречу единомышленниц, продолжалась почти весь день. Гости обменялись мнениями и идеями и договорились всячески поддерживать друг друга. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.